Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. Один из самых крупных анонсов на международной мобильной выставке – это Samsung Galaxy S7. На первый взгляд он очень похож на предыдущую модель, но здесь есть несколько новшеств. И сегодня я вам о них расскажу. На этот раз нам представлены две разные модели – Samsung Galaxy S7 с диагональю 5,1 дюйма и S7 Edge. С диагональю 5,5 и загнутым экраном. А вкупе с алюминием и стеклом этот телефон бесспорно выглядит одними из самых премиумных на выставке. По просьбам трудящихся, Samsung вновь встроил слот для microSD, а также вернул водонепроницаемость. Последнее впечатляет. Galaxy S7 может выдержать погружение на 30 минут на глубину 1,5 метра. При этом у него нет надоедливых заглушек для разъемов. Новенький чип Snapdragon 820, 4 гигабайта оперативки и вместительные батареи, которые должны обеспечить продолжительную работу. Также здесь новая камера на 12 мегапикселей. Улучшена детализация, а больше мегапикселей улучшат картинку при низком освещении. Настоящим сюрпризом стал LG G5. У него новый алюминиевый корпус, который выглядит значительно лучше, чем у G4. Он на удивление легок, имеет меньший дисплей 5,3 дюйма и отлично лежит в руке. Дизайн претерпел качественные изменения, выглядит классно. И, пожалуй, это один из самых удобных телефонов, который я когда-либо держал в руках. Вместо кнопки здесь сенсор отпечатков пальцев, который также служит кнопкой включения. Хоть дисплей и не AMOLED, экран все равно выглядит шикарно. Разрешение 1440p. Яркость на очень хорошем уровне. Пара Android 6.0 с оболочкой LG, на мой вкус, далековато от оригинального андроида, но вполне пригодна к использованию. Переверните телефон, и вы увидите нечто необычное. Две камеры. Обычная камера на 16 мегапикселей и широкоугольная камера дают две разных интересных перспективы. Это очень крутая идея. Получается практически так же, как и на цифровом зуме, только без огромного объектива сзади. Пожалуй, самая крутая фича – сменная батарея. Низ телефона извлекается, если нужно. И вы можете добавить новые модули, которые LG называет «друзья». Они могут добавлять новые функции. Например, как этот усилитель звука для наушников, который обещает значительное улучшение качества звука. Также есть LG Cam Plus, который включает большую батарею, дополнительные кнопки управления и удобный хват для съемки. Отличная идея для расширения функциональности телефона без привинчивания огромных аксессуаров. Чего я совсем не ожидал, так это HP Elite X3. Смартфон оснащен операционной системой Windows Phone и он просто гигантский – 6 дюймов. Также телефон хорошо вооружен. Чип Snapdragon 820, как на G4 и S7. И мощнейшая батарея 4150 мА. Может, это и не самый красивый телефон, но у него припрятан туз в рукаве. Континуум. Подключаем к специальному проектору, и Elite трансформируется в компьютер. Подключите мышь, клавиатуру, монитор и все готово к работе. К сожалению, вы не получите полноценный Windows 10 с полновесными приложениями. Однако, у вас есть браузер и некоторые оптимизированные приложения, например, Word. Пока что это ранний прототип, так что производительность не такая гладкая и нет некоторых функций, которые добавят в конечной версии. Но идея о том, что одно устройство может быть как компьютером, так и смартфоном, имеет огромный потенциал. А какой смартфон понравился больше всего тебе? Дай знать в комментариях. Ставь лайк. Подписывайся на канал, если не подписан. С вами был профессор Гуглов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!